Коронавирус победить пока не удается. Пандемия нарастает. Власти рекомендуют простым гражданам максимально ужесточить режим самоизоляции. В населенных пунктах Тверской области уже официально закрыты все спортивные детские площадки, а также парки и скверы. Чем в условиях самоизоляции тверичане занимаются дома и как сохранить спокойствие в четырех стенах собственной квартиры. Об этом наш следующий репортаж. Пошла третья неделя со дня введения в Россию мер по самоизоляции. Поначалу большинство населения восприняло это как внеплановые каникулы. Однако затем рекомендации властей становились все жестче. Закрыли все досуговые заведения. Свою лепту внесла и природа, насылая на центр России одну волну дождей за другой. Словом, со всех сторон людям словно дается понять, что лучше остаться дома. Вопрос только, чем в это время заняться и как провести нежданный досуг с пользой. Судя по видео, которое выкладывают в интернете, проще всего творческим личностям. Кто-то, например, за время самоизоляции успел написать новую песню. Как известный тверской шоумэн Дмитрий Светов. Самоизоляция. Самоизоляция. Но даже если вы не творческая натура, то не стоит огорчаться. Психологи отмечают, что скрасить вынужденное затворничество может даже стояние возле кухонной плиты. Главное, чтобы это не были банальные макароны с котлетками. Отметила гостья программы «Тема дня» психолог Елена Шеметкова. А еще многие из-за отсутствия возможности прогуляться по улице, заняться спортом, все больше времени проводят с гаджетами. Однако и компьютер можно использовать не просто для развлечения, но и для интеллектуальных игр. Есть же различные в гаджетах программы. Судоку, они очень хорошо стимулируют мозг. Кроссворды, различные математические головоломки. Телефоны, гаджеты, этим всем и забил. То есть человек сидит один, он может постоянно заниматься тем, что мозг свой, в общем-то, стимулировать. Кроме этого, есть масса возможностей для повышения своего образовательного уровня. От изучения иностранных языков до перечитывания классики и совершенствования почерка. И все это в конечном итоге может нивелировать раздражение от затянувшегося общения с близкими. Так считает и известный тверской актер Тарас Кузьмин, который отмечает, что самоизоляция не должна стать поводом для раздражения, постоянным присутствием своих близких. Наоборот, это отличная возможность для совместного времяпрепровождения сейчас, когда своих домочастов большинство из нас видит только утром и поздно вечером. Наконец-то у нас есть возможность провести время с семьёй, поиграть с детьми, наладить какие-то контакты. Это же просто счастье какое-то. Но всё это действенно только при условии рационального распределения свободного времени, а также сведения к минимуму вредных привычек. В противном случае конфликты в семье неизбежны. А ещё ничто так не изнуряет, как праздное безделие. Поэтому советуем прислушаться к психологам, которые рекомендуют формировать себе режим дня, составлять список дел, ставить цели и стремиться к их достижению. Режим изоляции не вечен, и такая самомобилизация, кстати, поможет потом гораздо легче войти в привычный рабочий ритм. Субтитры создавал DimaTorzok